Друзья, я вас всех приветствую. Вы снова на канале Анатомия Бокса. И сегодня мы с вами поговорим немножко о предстоящем мегафайте между Александром Поветкиным и Антони Джошуа. Я посмотрел довольно-таки много боев этих спортсменов, попытался проанализировать стиль их бокса, посмотреть какие-то сильные и слабые стороны. И сегодня я попытаюсь презентовать, что у меня в общем целом получилось. Итак, смотрите, Александр Поветкин является обязательным претендентом на бой с Антони Джошуа. Он до сих пор входит в топ-5 лучших тяжеловесов в мире. Помимо этого он занимает первые места в рейтингах ВБО и ВБА. А теперь то, что касается непосредственно данных. Возраст 38 лет. Я об этом еще попозже скажу. Для тяжеловеса, в принципе, это не критичная цифра. К слову, Антони Джошуа на 10 лет меньше. Рост Александра 188 сантиметров. Антони Джошуа на 10 сантиметров выше. Размах рук 191 сантиметр. У Антони на 17 сантиметров больше размах рук. И вес. На мой взгляд, тоже важный показатель, о котором я раньше не говорил в своих прогнозах и обзорах. 103 килограмма Александра Поветкин и 113 килограмм Антони Джошуа. То есть 10 килограмм все-таки, на мой взгляд, значимая цифра. Теперь то, что касается непосредственно моментов карьеры. На данный момент стоят те же самые титулы, что и в бою с Владимиром Кличко на кону. Поэтому для Александра это дополнительная мотивация. До тандема с Иваном Кирпой, на мой взгляд, Александр как-то хаотично подходил к боям. То есть не было такого полноценного тренерского штаба. И вот, в общем-то, тренерская работа Ивана Кирпой, она сильно повлияла в лучшую сторону на него, как на боксера. Но вот эти вот скандалы с Мельдонием, 2017 год, когда был Александр дисквалифицирован. И буквально несколько боев, которые ему удалось провести. 2016 год, Дюопа, если вы помните, в кроссовках фактически вышел данный боксер. Затем Андрей Руденко и Кристиан Хантер. Это фактически по одному бою в год. То есть, если брать временной промежуток, 2016 год, это бой с Дюопа и 2017 год, два боя. 2018 год, бой с Дэвидом Прайсом. Это проходной, в общем-то, боксер, на мой взгляд. Но вы помните, сколько Александр с ним возился. Конечно, бой завершился нокаутом в пятом раунде. Но удалось, в общем-то, Дэвиду Прайсу попасть и, в общем-то, сделать даже Александру нокдаун. Поэтому как-то он не очень уверенно, не очень убедительно смотрелся именно в этом поединке. То, что касается минусов Александра, ну, в первую очередь, на мой взгляд, он несколько утратил реакцию и свои защитные навыки. Может быть, возраст, может быть, отсутствие боев, может быть, какие-то еще данные. Не очень хорошо, на мой взгляд, Александр сближается с высокими соперниками, хотя для него необходимо сближаться. Это вы видели в бою с Владимиром Кличко. То есть, четко выстроенная, скажем так, тактическая и стратегическая работа не позволила Александру подойти. Дальше. Александр привык работать фактически на своей дистанции. То есть, ему для того, чтобы нормально боксировать, либо нужно заходить с каким-то со скачковым ударом, либо входить в свою дистанцию. Соответственно, во время боя ему необходимо сближаться. Но в этом смысле Энтон Джошуа, в общем-то, тоже является инфайтером. Он иногда тоже идет в рубку, в драку. Поэтому здесь для Александра может вот это сыграть в плюс. Большой плюс Александра. Во-первых, он не теряет акцентированный удар до последних раундов. То есть, он может нокаутировать в любом отрезке ведения боя. Как я уже сказал, возраст не так значим для бойцов этой весовой категории. Александр является непробитым боксером. То есть, у него нет таких падений. Ну да, вот этот последний непонятный нокдаун. Но, в общем и целом, то есть, он хорошо держит удар. Поэтому жесткие удары Энтони Джошуа, они сложно сейчас спрогнозировать. На мой взгляд, Александр должен, в общем-то, их выдержать. Большой плюс в том, что Александр не отпускает. Когда он попал по сопернику, вот этот так называемый инстинкт убийцы, он чувствует и он начинает добивать, развивает атаку. Ну и, конечно, колоссальная мотивация. Колоссальная мотивация. Либо он сейчас возвращается в топ. Ну, в принципе, там сейчас находится, но он будет, скажем так, номером 1-2 там в рейтинге боксеров супертяжелого веса. Либо, собственно говоря, выход на пенсию. Я уверен, что эпизодов будет значительно больше, чем в бою с Владимиром Кличко. Соответственно, нужно эти эпизоды реализовать. В лагере Александра Поветкина сейчас находится украинский спарринг-партнер. Парень, я, честно говоря, просто сейчас не помню его данные, персональные фамилии, имя. Высокий боксер с хорошим ударом. Неплохой у него послужной список. Вот он как раз примерно похож на Энтони Джошуа. Я думаю, что как раз вот эти вот моменты и нарабатывают входы в дистанцию. Теперь то, что касается Энтони Джошуа. Оба они, и Александр, и Энтони, олимпийский чемпион с разницей в 10 лет. Первое место по версии журнала The Ring, Энтони Джошуа. Помимо этого, в последнем бою Энтони Джошуа побил рекорд Майка Тайсона. Первые 19 боев нокаутом и первые 20 боев, в общем-то, Джошуа заканчивает нокаутом. Это, ну, на мой взгляд, очень серьезный результат. Бой с Владимиром Кличко, который так резонансно продемонстрировал нам качество Энтони Джошуа. Вы знаете, на момент остановки боя Энтони Джошуа у двух из трех судей вел на карточках. То есть по очкам этот боксер тоже способен выигрывать. Он, помимо того, что является хорошим нокаутером, у него, в общем-то, неплохая, скажем так, любительская школа. И здесь он вполне тоже по очкам может выигрывать у таких титулованных именитых спортсменов. 31 марта 2018 года провел Джошуа бой с Джозефом Паркером. Выиграл решением судей. Но этот бой тоже неоднозначный. Многие ждали досрочной победы. Ну, немножко повозился, в общем-то, Джошуа с этим оппонентом. Здесь, честно сказать, тоже немножко не с лучшей стороны, если так можно выразиться, он себя показал. С другой стороны, показал, что он готов все 12 раундов боксировать. Он выдерживает темп и, в общем-то, готов проходить всю дистанцию боя. Теперь он сравнялся с Геннадием Головкиным по количеству поясов. И последний пояс остается у Дентея Уайлдера, который необходимо объединить в этой весовой категории. По минусам Энтони Джошуа. Ну, во-первых, нет филигранной защиты четкой. Не очень хорошо держит удар. Вы помните вот эти падения в бою с тем же Владимиром Кличко. То есть при попадании он может упасть. Соответственно, этим Александр может воспользоваться, как я уже говорил. Если Александр попадет и Энтони попадет, я думаю, здесь Александр использует все шансы для добивания. Немножко этот боксер не выдержан. Он тоже относится к стилю так называемых инфайтеров. То есть он порубиться, подраться в ринге не против. Здесь вот с Александром, конечно, вот этот номер может не пройти. И в обмене на средней дистанции, конечно, Александр, я думаю, будет выигрышней смотреться, как минимум. Теперь то, что касается плюсов. Но антропометрия в возрасте я уже сказал. Отлично пользуется Энтони Джебом. То есть, как вы помните, Владимир держал Александра по ветке Энджебом. Если, в общем-то, Энтони удастся это делать, то будет все для него здорово. Хорошо дозирует Энтони Джошуа силу удара. То есть он насыпает легкий удар, где-то выводит на акцент. Тем самым он, с одной стороны, экономит силы, с другой стороны, он очень здорово работает, скажем так, тактически верно. Где-то активизирует защиту соперника, где-то пробивает более жесткие удары. Это большой плюс. У Энтони Джошуа, наверное, лучший апперкот в хэви-вейте. Вы помните Владимира Ключко. А вообще, против низкого соперника апперкоты – это очень грозное оружие. То есть Александр у нас ниже, и, соответственно, доставать его апперкотом будет с дистанции высокому Энтони Джошуа проще. Как я уже сказал, в этом бою у Александра Поветкина будет моментов больше, чем в бою с Владимиром Ключко. Соответственно, будет давать ему возможность Энтони в силу своего характера и боксерской выучки сближаться где-то, работать в обмене и так далее. На мой взгляд, все зависит от подготовки, хладнокровности и академичности работы Энтони Джошуа. Если он сможет удержаться, особенно первую часть боя, в такой академичной манере, то, в общем-то, все будет складываться в его сторону. Я недавно посмотрел один из прогнозов. В общем-то, прогноз дают на победу Энтони Джошуа досрочно в поздних раундах над Александром Поветкиным. Знаете, на мой взгляд, Александр пройдет всю дистанцию, даже если он будет проигрывать, то, скорее всего, это поражение пачка. Ну, а вообще, в общем-то, это бокс колоссальной жесткости ударов обоих спортсменов, оба нокаутера. Вы видите, какое количество побед нокаутом, поэтому здесь может быть все, что угодно. Букмекеры ставят больше на Энтони Джошуа с учетом антропометрических его данных, развития карьеры и так далее. Ну, сложно оценить. На мой взгляд, бой, скорее всего, продлится всю дистанцию, всю дистанцию. Ну, и если кто-то попадет, то здесь, в общем-то, в этих раундах ближайших бой завершится. То есть, мой некий прогноз, это бой проходит всю дистанцию и решение судей. Ну, скорее всего, опять-таки, гипотетически, это победа Энтони Джошуа. Ну, еще раз я скажу, что моментов у Александра в этом бою будет намного больше, чем было с Владимиром Ключковым. Поэтому у Панчера всегда есть шанс. Друзья, спасибо, что ставите лайки, что комментируете, подписывайтесь на нас. Далее два прогноза и обзора Геннадий Головкин, Сауля Альварес и очень интересный, на мой взгляд, прогноз Тайсон Фьюри, он мне вообще очень импонирует, и Дентей Уайлдер. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok